Во время посещения БелАЭСа и общения с российскими журналистами, Александр Лукашенко, конечно, более детально спросили про оставшиеся кредитные ресурсы и даже про потенциальную возможность продавать электроэнергию Вильнюсу и Киеву. Самое важное из общения президента с нашими коллегами прямо сейчас. Понятно, что БелАЭС абсолютно грамотно и правильно с точки зрения здравого смысла, в том числе, рассчитывалась с ориентацией на экспорт. К западным соседям, ну, получается так, как получается, они там не хотят, отрезаются, обрезаются. Ваше личное мнение, в итоге-то что победит? Какой-то здравый смысл и разум или вот нужда? Потому что мы видим, что... Время идет, все меняется. Единожды в одну воду вступить нельзя, как говорили философы. Поэтому все меняется. И я уверен, что главный принцип покупателя, где дешевле по качеству нормально, там и бери. Качество исключительное. Станция такой в мире нет. Это самое новейшее по всем параметрам. Качество хорошее. Цена рядом. Литва, Латвия. Но самое главное мы упускаем. Мы никуда не денемся от Украины. Нам придется работать в Украине. Никакие американцы, запады им ничего не помогут. И мы с Владимиром Владимировичем на эту тему много говорим. Они придут к нам за помощью. А без электричества. Вот мы с Алексеем Евгеньевичем эту тему затронули. Огромнейший объем работы. Нам придется украинцам помогать. А эти будут покупать, если у нас будет дешевле. Так, сяк. Вот посмотрите, власть поменяется в Америке. И политика в Европе будет совершенно другая. Поэтому все меняется. И надо смотреть. Он очень правильно сказал. Надо не на 10 лет вперед смотреть, а на 50-60, на полвека вперед смотреть. А это взгляд будущего. Это станция. Поэтому будут покупать. Ну, и Россия же развивается. Если нужна будет электроэнергия, то все сопрягаем. Россия заберет электроэнергию. Но развивается экономика. Нужно все больше и больше энергии. Нужно людям. Вот мы экспериментальный поселок построили. Я его посмотрел. Когда я увидел вот эти конвекторы маленькие, электроотопление. Для простого человека это рай. Поэтому вся электроэнергия с этой станции, с наших мощностей, генерирующих, будет потреблена. Чуть дополню коллегу. Просто куда же без ноты от Литвы по поводу ввода в эксплуатацию. Они же тут же прислали ноту. Вот если в третий блок или вторая станция, то вообще же истерика начнется. Понимаешь, это бешеные прислали ноту. Народ Литвы никакого отношения к этим бешеным не имеет. Поверьте вы, я знаю, что там происходит. Там верхушка живет сама по себе. Знаю даже дедушек и родители тех, кто сегодня руководит Литвой. Они нам шлют эти ноты, а меня угрожали раз 12-15 убить и зарезать и прочее. А я им говорю, ребята, вы закрыли Гнолинскую станцию. Сейчас сожалею. И тогда я им говорил, вот мы строим станцию. Людям там 3000 человек некуда деваться. Приезжайте. Нам нужны люди. Мы учили у вас в России сотни людей. Сотнями посылали. А это готовые специалисты. Приезжайте к нам. Мы вам дадим работу, жилье и прочее. Электроэнергия. Ну хорошо, вы с дуру закрыли свою станцию. Будете покупать здесь по нормальным тарифам. Электроэнергию. Я всегда не с камнем за пазухой к ним шел. Ну они по команде определенных людей из-за океана строили иную политику. Мы и сейчас не против. Если нам нужны будут кадры, те еще не забыли свою работу на Игнолинке. Приезжайте, мы вас трудоустроим. Мы не боимся в плане безопасности. Нормальные люди. Я им тогда говорил, не беситесь. Не беситесь. Мы все равно станцию построим. Мы открыто ее строим. И МАГАТЭ, и их журналисты, люди, кто хочет убедиться в безопасности, если вы что-то понимаете, приезжайте. Мы открывали станцию и их водили здесь во время строительства. Мы ничего не прятали. Фактически под их надзором мы строили эту станцию. Что им еще надо? Ну не хотят, как хотят. Мы особо на эту тему не паримся. Честное слово.